Приветствую вас. Аноним, жалко, что аноним. Хотелось бы по имени к вам обращаться. Ну, ладно. Ну, во-первых, значит, вы пишите, что будьте рады любым комментариям и советам. Мне кажется, не совсем задача психолога что-либо комментировать и советовать, потому что наша задача помочь, как бы вам решить свою проблему. Вот, как бы вам она ни была. Или помочь вам что-то осознать, понять, увидеть. Поэтому я не очень понимаю в данном случае чего вы хотите. Вот. То есть, ну, вы пишите, что вы стеснительные и всегда выбирали мужчин постарше. Ну, в принципе, это не проблема. Как бы именно, что выбирали мужчин постарше, не проблема. А если вы в этом счастливы, если вас все устраивает, если вы не испытываете какого-то дискомфорта, тогда это не проблема. Вот. Как они проблемы, то есть, у вас страсть. Только не надо страсть путать с влюблённостью, а как бы. Ну, точнее, даже не с влюблённостью, а с любовью. Это разные вещи. Вот. То, что вы пишите, что вот, значит, длительных отношений у вас не было и сердце разбилось, и, скорее всего, и страны. Вот. И страны, и, вероятно, есть какие-то моменты, которые не позволяют вам строить длительные отношения. Вероятно, это страх близких отношений, вероятно, это идеализация мужчин. Вот. А идеализация именно вашего образа мужчины, если не мужчины в целом, идеализация именно вашего образа. Что касается отца, то не обязательно иметь плохие отношения с отцом или не иметь отца вообще, чтобы выбирать мужчин постарше. Вот. Это может быть отец. То есть, это может быть абсолютно разная история на самом деле, почему, как семья влияет на выбор мужчин. Например, это для... Вы... Семья может влиять так, что вы считаете, что женщина должна быть замужиной. К примеру. Как вариант. Вот. И, соответственно, вы можете быть замужиной только с тем, кто постарше, кто вас оберегает. Такой стереотип. Соответственно, вы выбираете вот такого мужчину. Ваше влечение к нему обусловлено стремлением к безопасности, в том числе. У вас появилось ощущение, что с ним вы будете в безопасности, вы будете в его руках. А это значит, что, вероятно, вам само по себе одно, ну, несколько тревожно. Или вы находитесь в определенном напряжении. Может быть, этого даже не заменчают. Вот. Почему не было отношений с ровесником? Не то, чтобы вы должны быть с ними в отношениях. Совсем не должны быть. Но момент здесь какой. То есть, у вас нельзя никакого ровесника говорить о том, что, в общем-то, с ровесниками вы чувствуете, ну, как бы разрыв. Разрыв. То есть, вы более, вы ощущаете себя более зрелые, вы ощущаете себя более развитые, чем ровесники, очевидно. Вот. И, по-видимому, на ровесников нельзя положиться. Нельзя почистить себя в безопасности с мужчинами, равными вам. Это правда, потому что мужчины в 22 года, современные мужчины в 22 года, к сожалению, очень часто это делятся. Это правда. Вот. Я прекрасно помню сам себя в 22 года. Как бы, да. Вот. Но для вас сложность не в том, что мужчины заплатятся, то вы же выбираете сами. Для вас сложность в том, что вы можете, как бы, очень многие вещи в своей жизни, интеллектуализировать. То есть, объяснять, обесценивать и так далее. Вот. Например, у меня сложилось такое впечатление, что вы склонны к тому, чтобы, например, вычислить, обесценивать, обесценивать и так далее. Прятаться за юмором. Прятаться за юмором. За юмором. Допустим. Вот. У меня появилось ощущение, что вы склонны к тому, чтобы вычислить, обесценивать. Свои, эм, ну, переживания какие-то. Вот. Я не знаю, я могу ошибаться, конечно. Вот. Я не говорю о том, о том, что, эм, я прав. Но, мне кажется, что такой вариант вполне может быть. Вот. Поэтому, здесь у вас может быть сложности именно в том, что вы слишком много интеллектуализируете, сдерживаете слабые и средние проявления своих чувств. Вот. И выращаете только очень сильно, очень сильно. Вот. И ваша реакция, она как раз таки об этом свидетельствует. То есть, как появляется интимное, интимное желание, в том числе, само по себе и чем она связана. Помимо, там, привлекательности и естественной потребности. Это, это безопасность. Особенно безопасность. Особенно безопасность важна для женщины. То есть, женщина будет тяготеть, как бы, именно к тому мужчине, с кем, по ее мнению, она будет чувствовать себя безопасно. Чем сильнее потребность безопасности у женщины, чем слабее, она удовлетворяется этой потребности безопасности самой женщины, тем, соответственно, сильнее ее будет тяга к тому, кто, по ее мнению, сможет удовлетворить ее потребность безопасности. Вот в вашем случае, на мой взгляд, так получилось. Вот. И опять же, это не значит, что это плохо. Ну то есть, вы можете считать, что мужчина должен женщина защищать. Да ради бога. Вы можете считать, что мужчина должна быть за женщиной. Да ради бога. Вы можете абсолютно спокойно быть с этим мужчиной в отношениях. Ну конечно, не на одной только страсти, не на одном только сексуальном желании. Потому что так к вам несколько сложно относиться. Серьёзно будет. Вот. Естественно, если мужчина не преследует цель развлечь только. Вот. Поэтому такой вот аспект. То, что вы стеснительны, то что вы стеснительны, говорить об определённой атмосфере подавленности вашей семьи, подавлении вашей семьи. Возможно, у некоторых авторитарном подходе кого-то и членов семьи. Вот. Это не значит, что отношения плохие. Но, стеснительность, это всегда что? Это всегда. Первое. Сдерживание себя. Второе. Это стыд. Ну вот. Определённый за что-то трид, это непринятие чего-то, чего-то в себе. Ну то есть обеспечивание. Какое-то честь себя и так далее, и так далее. Вот. И, на мой взгляд, задача заключается не в том, чтобы сказать вам, типа, ну, встречается с ним или не встречается. А на мой взгляд, задача в том, чтобы вот эти ваши моменты, которые вас как-то задерживают, которые не позволяют вам быть собой, да, чтобы их как-то разрешить. А дальше вы уже сами решите, что вы хотите. Потому что сейчас вы даже не знаете, что вам нужно. Единственный ваш вопрос, это использует ли он ферамоны. Ну откуда мы знаем, использует он ферамоны или нет. Понимаете? Вот. Поэтому, такой вот аспект. Мне кажется, что по отношению к вам было бы весьма некорректно использовать, типа, какое-то релизаторство там и так далее. Да, отношения с более старшим партнером часто связаны с родительством, ну, с родительскими отношениями. Это верно. Но всегда ли это плохо? На мой взгляд, нет. Всегда ли это негативно? Нет. На мой взгляд, нет. Важно только, чтобы человек это осознавал и не этим пользовался. Вот. А суть потому, что говорить вы, вот в контексте того, что у вас хорошие отношения и так далее, ну, не совсем вы понимаете. Потому что внешне-то отношения могут быть хорошие, но не одним этим дело ограничивается, как правило. Вот. Такая вот история. И если вам нравится человек, ну, нужно как-то, вот, проявлять себя, проявлять отношения к нему и свою симпатику. Да, это возможность быть отверженной. Да, это возможность того, что надо сделать больно. И задача, опять же, психотерапевт в том, чтобы научиться вас с репутсеты более обращаться и делать так, чтобы она в том числе становилась для вас каким-то ресурсом, а не вот чем-то, что вас, там, сбивает, там, с толку, с ног и так далее, и так далее. Вот. Такой вот ответ, на мой взгляд. Понимаете? Так что здесь самое главное не скатить, вот, какие-то определенные стереоципы, да, и так далее. То есть, у вас 50 на 50, может быть, как то, что вы просто влюбились в вас за горякции, и 50% того, что это идет какая-то компенсация того, что у вас есть определенные противоречия. И мне кажется, что надо бы с вами в первую очередь поговорить, чтобы посмотреть, имеет ли место это противоречие, да, имеют ли место эти конфликты внутренние, имеют ли место, например, то, о чем скользко сказал я. И, соответственно, исходя из этого, вы будете понимать, куда вам двигаться. Должны 100% поработать с стеснительностью, потому что она не на пользу, совершенно точно, она не на пользу вам. Вот. Вот так вот. На этом все. Надеюсь, что это было полезно. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, доброго и удачи. Редактор субтитров А.Кул 3 Продолжение следует...